О самых важных и интересных событиях расскажем в эфире городского телеканала ЮТВ. Вы смотрите новости. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. Рабочие со всей республики приехали в Уфу штукатурить стены. На форуме молодых ученых и студентов учат вести бизнес. В Башкирию приехали участники автопробега с востока на запад России. На дачных участках вновь нашли нарушения пожарной безопасности. В этом году молодежный образовательный форум Иволга собрал более 2000 человек из 20 стран мира. Центральным событием стал конкурс инновационных проектов. Из Башкирии на форум в Самару отправилось 100 человек. Четверо из них получили гранты. Это технология получения безвирусного картофеля, препарат для спасения пчел и мотоцикл, заряжающийся от розетки. Сейчас участники Иволги собрались, чтобы обсудить итоги и дальнейшие планы. Семенного материала картофеля в республике Башкортостан практически нет. И в соответствии с этим пришла идея, как можно способствовать ее решению. Технология получения безвирусного картофеля на аэропонных установках – это хороший старт именно развитию семеноводства в республике. В этом году мы ожидаем первополевое поколение. В дальнейшем я хочу организовать полный цикл, это по микроклональному размножению. Это уже планирую на 2017-2018 год. И в дальнейшем уже есть идеи по увеличению урожайности именно на аэропонных установках, тоже с применением инновационных методов. И в продолжение темы – курсы для молодых ученых, студентов и предпринимателей. В Эфе сейчас проходит летний региональный молодежный форум основы научной и инновационной деятельности. Его участники учатся создавать свой бизнес, обсуждают новые тенденции и, самое главное, думают, как привлечь инвестиции в свой проект. Год назад Сергей Максимов выиграл грант на свой проект «Психоридер» – программное обеспечение для выявления деструктивно-психологического воздействия в контенте. То есть есть группа ВКонтакте условно. Ее создать, нагнать на рот, ну пусть неделя максимум. А от того, чтобы ее найти, проанализировать и закрыть проходит год. Ну, несерьезно. И мы как раз работаем тем, чтобы этот промежуток максимально сократить. Несмотря на то, что его проект уже успешно реализуется, сегодня он принял участие в молодежном форуме «Основы научной и инновационной деятельности». В бизнесе, особенно в инновационном, очень важны вот эти знакомства. Потому что то, что тебе нужно, не всегда можно найти в магазине, не всегда можно зайти на Авито, вбить профессионал-психолог и найти. Нельзя. Поэтому очень много решает именно знакомство и личное общение. Поэтому я здесь. Всего в форуме принимает участие более 70 человек. Это студенты, научные сотрудники, представители организации инновационной структуры. Главные цели форума – сделать научно-инновационную деятельность популярной, а также помочь в привлечении инвестиций. Так как, по словам организаторов, на сегодняшний день в республике большинство научных трудов пылятся на полке. Привлечение инвестиций в стартап – вообще это такая неординарная задачка, честно говоря. Особенно в нашей стране, где рынок венчурных инвестиций, венчурные – это такие высокорисковые, достаточно молод. В нашей стране традиционно эти высокорисковые инвестиции не использовались. Соответственно, наше законодательство не адаптировано к тем задачам, которые связаны с урегулированием взаимоотношений между венчурным инвестором и стартапом. Но зато есть другие способы привлечения инвестиций, совершенно уникальные, которых зачастую нет в других странах. Ну, к примеру, в России достаточно распространенная форма привлечения инвестиций в стартап – это гранты. Ежегодно молодежный форум организует крупнейшая региональная организация поддержки стартапов «Путеводитель по инновации». На территории республики они действуют три года. Благодаря им многие молодые ученые привлекли денежные средства на свои проекты. Пока инвестиции составляют десятки и сотни тысяч рублей. Но, по словам организаторов проекта, это только начало. Задача вот этих наших мероприятий – это, во-первых, дать толчок для развития проекта в правильном направлении, ускорить его развитие. Молодежный форум длится три дня, и уже 5 августа в неформальной обстановке участники подведут итоги. А лучшие проекты, возможно, получат дальнейшее развитие. Рабочие со всей республики приехали в Уфу штукатурить стены. Лучшего из них выбрали на профессиональном конкурсе. В этом году за звание лучшей по профессии боролись 12 команд. Конкурс проходит уже в 11 раз. Рабочие места командам не просто раздали, разыграли. Условия одинаковые. Квартира, вода, штукатурка, инструменты. А тактика разная. Мужчины-корейцы разбежались по разным углам. Каждый штукатурит свою стену. А женщины в основном работают в команде. Их, кстати, здесь большинство. Я отучилась на швею, но попала на стройку. Привыклю же к этой работе. Я же всю жизнь, с детства здесь работаю, с 84-го года. Выбрала эту профессию и полюбила. Да что любите? За то, что после нас красиво остается. На создание красоты у участников 2,5 часа. Объем выполненных работ не так важен. Главное – качество. Это новое правило конкурса. Специалисты говорят, что производительность труда в России ниже, чем на Западе. Там работа штукатуры механизирована. Несмотря на это, организаторы хотят сделать профессии строительной отрасли более популярными. По масштабе всей России строительность занимает 8% от валового продукта. Второе – обратить внимание еще раз самих работодателей, значит, правительства на то, что в строительстве существует очень много проблем. Сегодня очень большое число строителей имеет уже зрелый возраст. Молодежь, к сожалению, из-за низкой мотивации не очень стремится к строителям. Работа тяжелая. Члены команды разделили обязанности. Пока один наносит раствор на стену, другой уже готовит новую партию. Выравнивают стены вместе. Так точнее. Работу лучших штукатуров республики оценят не только жюри, но и жильцы квартала энтузиастов, когда заедут в новые квартиры. Алина Таюпова, Анна Никулина, городской телеканал ЮТВ. Летом многие горожане предпочитают проводить свободное время на даче или в огороде. Мусор, ржавая проводка и сухая трава могут не только испортить отдых, но и стать причиной несчастного случая. В Уфе вновь проверили садовые товарищества и нашли нарушения. Неблагоустроено место для отвода мусора. То есть нет ограждений, нет какой-то урна, контейнера. А где записано, может быть, ограждение? У нас стоит там табличка. Площадка для мусора. Мусор не только портит внешний вид и дурно пахнет, но может стать причиной возгорания. Никаких складированных досок, никаких стройматериалов, бытовых отходов. Необходимо также скосить траву, которая выше 10 сантиметров. Профилактические рейды сотрудники управления пожарной охраны Уфы и Центр общественной безопасности проводят регулярно. На этот раз они проверяют отдаленные садовые товарищества в Кировском районе города. Рассказывают, напоминают и раздают памятки. Электропроводки меняйте, потому что много слышу пожаров. Из-за короткого замыкания на улицу вы ходите в огороде поработать. Электропроводки не оставляйте включенными. Пожары вообще часто у вас в СНТ происходят? Будем? Да вот, года три. Пока тихо спокойно. Пока тихо. Раньше сейчас частенько было. Пожар в СНТ опасен тем, что, во-первых, сухая трава, возможно, есть по периметру тех или иных участков, а также некоторые постройки расположены на близком расстоянии друг к другу. Зачастую садовые улицы узкие, и тяжелая пожарная техника не сможет проехать к месту возгорания. Огонь быстро перекинется на соседние строения. В такой ситуации масштабы бедствия могут быть непоправимыми. Инспекторы напоминают, что до сенних ладов нужно привести в порядок печное отопление, проводку и газовое оборудование. И, конечно, не забывать о правилах пожарной безопасности. Алина Гребешкова, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ. С Востока на Запад России в Башкирию примыли участники автопробега, который проходит по 82 регионам страны. В Уфе они пробудут три дня и примут участие в фестивале «Патриоты». Все подробности у Алины Таюповой. Свыше 11 тысяч километров преодолеют участники автопробега за 45 дней. Стартовал он во Владивостоке. Спустя месяц колонну автомобилей встретили на границе Башкортостана и Челябинской области. В каждом городе участники встречаются с представителями регионального отделения и передают флаг автопробега. Мы собираем гильзы с землей из памятных мест. Эти гильзы также будут в Херсонесе вложены в камень священный. Мемориальное там место есть, где это будет. Также они везут икону, которую написали специально для этого автопробега. Икона будет оставлена на хранении в Пантелеймоновском храме. Прихожане уже предупреждены. Цель автопробега – объединить людей, которые занимаются воспитанием молодежи. Это спортивные организации и патриотические клубы. Они и будут представлены 5 августа на фестивале «Патриоты». Он начнется в 12 часов на аэродроме Первушина. Там будут представлены те виды спорта, которые всегда культивировались в ДСАФ. Он позволял развиваться клубам, федерациям, сообществам, ассоциациям. И вот мы хотим уже в новых экономических условиях, в новой экономической модели эту тему вновь возобновить, чтобы вернуть статус организации ДСАФ. После авиашоу участники автопробега вместе с членами регионального отделения поедут в Самару. Завершится автопробег 18 августа в Севастополе. Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. В Уфе на две недели будет закрыто движение транспорта в историческом центре. С 5 августа перекроют прайс по улице Чернышевского на пересечении с Мустая Карима. Связано это с ремонтом тепломагистрали. А сейчас обзор происшествий на дорогах за неделю в нашей постоянной рубрике «Дорожные новости». В очередной раз наши камеры фиксируют невероятные моменты. ВАЗ 11 модели, буквально влетев на перекресток, столкнулся с автомобилем «Бентли», после чего перевернулся на крышу. Видно, что иномарка трогается на желтый сигнал светофора, не дождавшись зеленого. Снова желание успеть проскочить на моргающий сигнал светофора и преждевременный старт ни к чему хорошему не привели. В результате водитель отечественного автомобиля был госпитализирован. Классическая ситуация. В этом случае мы видим, как темный автомобиль начинает свой поворот. Возможно, белая иномарка перекрыла ему обзор, но это не повод надеяться на удачу и рисковать. Судя по его неторопливому маневру, можно предположить, что он даже не смотрел в сторону внедорожника. Следим внимательно за белой «Шкодой» и пытаемся понять, на что он рассчитывал. Скорее всего, он видел «Фольксваген» и весь остальной поток за ним, и поэтому решил не ждать, пока все проедут, и попытался проскочить. Еще один неразумный поступок. Водитель белого автомобиля из крайне правого ряда стремится в самый левый ряд для поворота, проигнорировав все меры безопасности. В результате он подставляется под «Митсубиси Паджеро», который выталкивает его в десятку. На этих кадрах все очень просто. Скорее всего, водитель девятой модели просто отвлекся и не заметил, как светлая иномарка остановилась. Порой невнимательность приводит к более плачевным поступкам. Как, к примеру, на этом видео. Водитель мопеда, наехав на трамвайной пути, не заметил, как его пассажир упал и поехал дальше. Судя по тому, что пассажир не поднимается, можно предположить, что при падении он получил серьезные травмы. К нему поспешили очевидцы. А сам водитель мопеда обнаружил свою пропажу и вернулся только спустя почти 4 минуты. Пассажира госпитализировали. А этот водитель не заметил перед собой пешехода и допустил наезд. Водитель, чувствуя за собой вину, сразу бросился к девушке и помог встать. И предложил ее подвезти, возможно, и до ближайшей больницы. А затем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru Лабиринт Минотавра, как еще называют тюменские пандусы, о том, какую реакцию он вызвал у пользователей сети, расскажет наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите из России с любовью. Здраво! В конце июля в Тюмени на лестничном спуске от улицы Ленина к стадиону «Геолог» был открыт пандус для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями. Но, судя по реакции народа, ограниченные тут скорее инженеры. Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить. Я его презираю. На строительство пандуса ушло порядка двух месяцев. Впрочем, немного меньше займет покорение этой самой конструкции. Потому-то пользователи сети уже прозвали ее «Лабиринтом Минотавра». Говорят, мыл не пандус, а полоса препятствий в стиле Форд Боярд. Остается надеяться, что хотя бы движение не одностороннее. Ты ни разу в жизни топора в руки не брал. Зато брал такое, чем ты даже не подозреваешь. И что это значит? Другие защищают, мол, все по ГОСТу. И учитывая угол наклона, иного варианта просто не было. Действительно, с пандусами всегда были большие проблемы, поскольку в России они строятся для людей с неограниченными возможностями. А кто-то и вовсе вспомнил про Запад с его электроподъемниками, которые выглядели бы куда практичнее. Ага, раскатал губу. Но с другой стороны, восстание машин нам точно не грозит, а к трудностям нам не привыкать. До скорых встреч! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok